Я просто захожу на сайт. Сайт. Ты кто такой? Покажи светофоры. Между авансом и зарплатой тоже чё-нибудь должно капать, ну. Да, должно капать. Слюньки на вкусняшки, которые ты не можешь купить. Тепло ли тебе, девица? Отвали, Дамблдор, я Рон. Постельное бельё с рисунком картонных коробок. Симулятор бомжа. Помог товарищу. Подвинь левее, не видно, по-братски. И наушник один дай. У моей 11-летней дочери есть питомец. Это лук. Небо уронит ночь на ладони. Я курва-бобр, ты курва-бобр. Я не знаю, почему этот мем такой смешной, но я всегда смотрю мемасы с этим. Бобр, курва. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали. Когда соврал в резюме, но ты быстро всё схватываешь. Я, когда осознаю, что три дня уже всё хорошо. Это очень подозрительно. Этот мерчендайзер заслуживает премии. О, это же Иви. Да, по-моему, Покемона так звали. У меня даже был выпуск комикса, где целая история про неё была. Очень прикольный. Эстетика утра. Как ты смог поставить чашку на стену? Очень важная инструкция. Как пить воду? Шаг первый. Пьёшь. Поздравляем. Вы попили воду. Просто электровоз, тепловоз, паровоз и блоховоз на одном фото. Листай дальше. Думаю, на зубы нужно было начинать откладывать ещё с карманных денег в школьные годы. И да, кстати, если бы ты начал откладывать в школьные годы, ты бы больше ценил свои молочные зубы. Как-то развлекался тем, что клал руку в пасть своей собаки, когда она зевала. Ровно до того момента, пока собака не засунула мне в рот свою лапу при моём зевке. Что же, месть засчитана. Я стригу ногти. Мои задачи спустя час. Жиза. Я только час назад подстриг ногти. И мне нужно было поменять батарейку. Короче, чтобы её достать, надо ногтём подцепить. А я только их обрезал. Не знаю, что это за животное, но точно знаю, что оно может обучить меня какому-то боевому искусству. Искусству метания какашек. Когда мужчине исполняется 18 лет, распределяющая каска определяет его в один из факультетов. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Зубр. Интерскол. Отечественные производители наши всё. Когда мотосезон ещё не скоро, а пукать по ночам уже хочется. Идеальной книги не существует. Вот. Большая книга чая. Я ошибался. Конечно, ошибался. Идеальная книга – это «Привет, мир!» от Алены и Алексея Савы. Ссылочка в описании. Дьявол шепчет мне на ухо, чтобы я потратил последние деньги на глазированные сырки и пельмени по акции. Так даже лучше. Подскажите, что за блеск для губ? Это масло с блинов. Редкий кадр парада планет. Нет, учёные говорят, что такое бывает лишь раз в 500 лет. Надо же, у скольких планет есть кольца. Седые кольца. Да придумывалось. Когда ты грубишь мне, вот кому ты грубишь на самом деле. Вы мне объясните, кто в своём уме будет пить капучино без бекона? Чё-чё? Кофе – капучино большой, без ингредиента, без бекона, без ветчины, без зелени, без картофельного пюре. Ага. А можно всё это добавить? Только на отдельную тарелку. Это я в 3 часа ночи смотрю видео на ютубе, как чувак готовит мясо на камне. О, я такое смотрел. Он на природе там на камне готовил мясо, ещё потом бургеры делал такие. Мальчик. Она не в настроении, лучше её не трогать. Мужчина. Иди ко мне, моя змеюка. Мальчик. Хочешь, я тебе звезду с неба достану? Мужчина. Отправить тебе винегрета курьером? Когда начальство заставляет исполнять твои прямые обязанности в рабочее время? Очень люблю заходить в отзывы на что-нибудь очень сильно дешёвое, типа за 100 рублей. И смотреть, как люди проклинают продавца за то, что на этом нельзя улететь в космос. Сколько длились ваши самые короткие отношения? 15 минут. Мы с моим парнем ехали в маршрутке, пока он не вышел. Мы так и не успели познакомиться. Слушай, ты отличный специалист. У тебя опыт и компетенции. Тебя любят коллеги и клиенты. Сообщество прислушивается и уважает. Зачем тебе ещё и зарплату повышать? Дим, спишь? Нет, а что случилось? У меня плохие новости, ты только не переживай. Что такое? Я в больнице. Настя, блин, сейчас 2 часа ночи. Ты год уже работаешь медсестрой, а ума как не было, так и нет. Моя мама. Я, который очень сильно хочет чай. О, какой добрый мем. Я случайно нашла твою заначку в гараже. То есть ты случайно разбортировала запасное колесо? Смотрите, можем поставить коронку. Керамическая 30 тысяч, цирконевая 50. Я лучше блендер куплю за 3 тысячи. Спасибо. Люди, которые самостоятельно готовят себе еду каждый день на завтрак, обед и ужин, вызывают у меня дичайший восторг. Обычно у меня в этом плане стоит такой вопрос. Какое чувство у меня сегодня сильнее? Голод или нежелание готовить? И чаще побеждает второе. Ничего не хочу. Как сова, которая вынуждена жить не по своему комфортному режиму, хочу сказать, ребята, мы недостаточно чехвостим шаворонков. Мозгам нужно спать, солнце думать мешает, пойми ты уже. Когда стоматолог сказал не кушать пару часов, но ты теперь не будешь кушать несколько месяцев из-за цен на зубы. У людей нет истинного представления о том, насколько 1 миллиард больше, чем 1 миллион. 1 миллион секунд это примерно 11 дней. 1 миллиард секунд это примерно 31 с половиной лет. Ого. Продам женскую сумку, эксклюзив, гучи. Те, кто родился в СССР, просьба не мешать бизнесу. Ой, это ж этот, чемоданчик на велосипед вешать, там инструменты хранят. У меня был такой. Два ребенка оказались закрытыми в супермаркете на ночь и съели колоссальное количество продуктов. Очень больно смотреть, как другие воплощают твои мечты в жизнь. Да кто об этом не мечтал в детстве? Мое тотемное животное это летучая мышь. Никто не слышит, как она постоянно отчаянно кричит, чтобы хоть как-то ориентироваться. Летит, орет. Можно донести до производителей техники, чтобы они перестали убирать из всего физические кнопки. Чем мешало колесико звука на магнитоле? Теперь надо смотреть, куда тыкаешь пальцем, а не на дорогу. Чем мешала кнопка выкол на телевизоре? Что если сел пульт? Верните кнопки. Ну, кстати, на телевизоре есть кнопки. Ну, у меня, по крайней мере, телевизор современный, но там есть кнопка снизу такая. Можно выключить спокойно. Обычно кнопку вкл-выкол обязательно делают. А вот колесико звука на магнитоле, у меня такой проблемы нет. Я на колени езжу, у меня магнитола старая. Там по ней еще постучать надо, чтобы она включилась. Девушка после того, как разогрела для меня полуфабрикаты в микроволновке. Крепостная. Современные дети. Мне нужен новый планшет. Мой поддерживает всего 1234 игры одновременно, и во все я уже поиграл сегодня до обеда. Мы в детстве. Интересно, о чем он думает. Может, о том, как поставить чашку кофе на этот ковер. Школьник. Эй, чел, ты же играть не умеешь. Просто ливни, дебил. Мужик, который пришел с завода, уложил детей спать и решил немного отдохнуть в игре. Какое плохое зло я тебе сделал, изверг. Да, да, у меня такое постоянно в пабге. Я тоже встречаю то людей, ну, школьников, которые агрессивны, то взрослых адекватных мужиков, которые пришли с завода и зашли в пабг на часик. Я большая фанатка такой вещи, как фантомный онлайн-шоппинг. Когда часами листаешь, что есть прикольного на маркетплейсах, выбираешь, складываешь в корзину и выходишь из приложения, ведь там требуют оплату. А это как-то, ну, вообще в твои планы не входило. Дочь говорит. Папа, вот ты водишь нас с мамой в кафе 8 марта, а ведь 23 февраля в кафе мы не ходим. Давай ты води нас и 23 февраля, чтобы тебе не было обидно. Да чего уж заботливая дочурка. Родители. Мы просто хотим, чтобы наши дети жили и радовались жизни. Дети начинают радоваться жизни. Родители. Не так. Краш. Звучит, как крик вороны. Англицизм. Что-то про аварию. Пугает бумеров. За зноба. Звонкое русское словцо. Передает всю гамму эмоций к объекту симпатии. О, да вы интеллектуал. Понятно, даже твои прабабушки и прапрабабушки. Использовалось в клипе «Тыгдык» от Алексея Савы. Это дополнительный пункт. Положив сахар в чай, не мешайте его до того, как пойдете в свою комнату. Так, лужа, которую вы сделаете при попытке перенести чай, будет не липкая и не сладкая. И вы сможете вытереть ее носком. Вот это лайфхаки, которых мы заслужили. Почему с предыдущего места уволились? Пока было легко, мне очень нравилось. А потом стало сложно, и мне совсем не понравилось. Я вообще не очень стрессоустойчивый. Мне и ваш вопрос не очень приятен. Я, наверное, пойду. Спасибо. Войдешь через арку во двор. Слева серая металлическая дверь. Там без пропусков. Без пропусков это вахтер. Разрешить приложению календарь? Доступ к календарю? Ну, не знаю даже. Надо очень хорошо подумать. Кто-то. Я начал пить по 6 стаканов воды в день, и я чувствую себя лучше. Кожа очистилась, и я начал проходить сквозь стены и видеть будущее. Бегаю по 6 километров не уставая, а потом еще стакан воды и бегу еще 14 километров. Все за час. Я начал пить по 6 стаканов воды в день, и я стал чаще писать. Не понял, я и так много воды пью каждый день. Где мои суперспособности? Наказывая детей, не отбирайте у них гаджеты. Лучше заберите зарядные устройства. Вы увидите настоящий страх в их глазах, когда они будут пользоваться ими все меньше и меньше, а батарейка будет медленно умирать. Знаете, даже для меня это слишком сурово. В пятере на вопрос накапливаем. Решил узнать, сколько там на карте. Кассирша. Ого, у вас тут 980 рублей. Очередь глянула на меня с почтительным шепотом. Буржуй может себе позволить. И я такой, копим. После этого бабки из очереди начали игриво поглядывать в мою сторону. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Чекайте все ссылочки в описании, а впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»